Пульт 2 в 1 для ДЭА Может тоже работать в режиме сопряжения статики или динамики Эти режимы можно переключать в нем В этом видео я покажу, как это делается То есть пульт 2 в 1 для ДЭА без проблем прописывается штатным способом в любую автоматику ДЭА На пульт 2 в 1 для ДЭА можно выполнить копирование с пульта на пульт То есть можно сделать копию с оригинального пульта ДЭА, уже прописанного в автоматику И после такого процесса копирования дополнительное сопряжение пульта с автоматикой не требуется То есть он будет работать сразу же Есть некоторые особенности копирования статического и динамического кода Это зависит от того, в каком режиме настроен приемник Если приемник и пульты для него работают в статическом формате То такие пульты копируются легко и работают без всяких особенностей Еще приемники могут работать в режиме приема динамического кода Но без проверки динамической части В таком случае такие пульты с динамическим кодом тоже легко копируются И такие копии работают тоже без всяких особенностей Никак не мешая исходному пульту Если приемник работает с пультами в формате HCS Rolling Code То копия сделанная из таких пультов Будет работать в догонялке с исходным пультом Пульты ДЭА копируются в любом случае и динамические, и статические Просто то, как будет работать эта копия Зависит от того, в каком режиме работает приемник Покажу, как перевести пульт 2 в 1 в формат воспроизведения динамического кода Для сопряжения с автоматикой штатным способом Для этого на пульте нажимаем синхронно кнопки А, Б, Д и удерживаем До вспышки индикатора Видим вспышку, кнопочки отпускаем Пульт работает в формате динамического кода Проверяем на ПДУ анализаторе Его функциональное значение кнопок полностью соответствует Четырехканальному оригинальному пульту D Давайте проверим на автоматике Нажмем кнопку для прописывания пульта Нажимаем кнопку на пульте Пульт прописался, нам нужно немножко подождать Секунд 10, для того, чтобы приемник вышел из режима обучения Лампочка погасла, можно проверить Сопряжение пульта с автоматикой успешно выполнено Теперь покажу, как перевести пульт 2 в 1 в формат воспроизведения статического кода Для этого также нажимаем синхронно кнопки А, Б, Д, удерживаем до вспышки индикатора После вспышки отпускаем только две кнопки Б, Д, продолжая удерживать А Нажимаем кнопку Б Видим индикацию три вспышки индикатора Это говорит нам о том, что пульт перешел в режим воспроизведения статического кода Для последующего сопряжения с автоматикой штатным способом Теперь покажу, как выполнить копирование с пульта на пульт Пульт с динамическим кодом Приемник в формате HCS Rolling Code Значит, сейчас приемник заранее очищен Пропишем у него только оригинальный пульт Так, для этого нажимаем кнопку на приемнике Удерживаем кнопку на пульте Пульт прописался Ждем выхода из режима обучения Лампочка погасла, можно проверить Пульт прописался, работает Теперь, значит, делаем копирование на пульт 2 в 1 для Д Для этого нам нужно также синхронно нажать кнопки А, Б, Д И сразу же отпустить кнопки Б, Д, продолжая удерживать кнопку А Подносим упор оригинальный пульт Нажимаем с удержанием рабочую кнопку Показывает длинную вспышку и одну короткую Это говорит о том, что сигнал успешно скопирован Можно проверить Все работает Пульты в таком режиме будут работать в догонялке Раз, два, три, четыре, пять С пятого раза сработал оригинал Далее он будет работать каждый раз Сейчас была первая сработка Вторая, третья Теперь наш пульт 2 в 1 откроет только с четвертого нажатия Раз, два, три, четыре Пожалуйста Теперь пульты работают, но работают в режиме догонялки Используйте этот способ копирования в том случае, если нет возможности прописать пуль 2 в 1 для D штатным способом Кроме тех случаев, когда вы копируете статический код Либо копируете динамический код, но приемник находится в режиме FixCode, то есть без проверки динамической части кода В этом случае копии будут работать абсолютно корректно Не мешая друг другу и исходному пульту Таких копий можно сделать неограниченное количество